добрый день друзья и сегодня опять у нас рубрика пока греется трактор мы сегодня будем говорить о деньгах и о том как они ограничиваются нашим сознанием наверняка замечали вот например я буду приводить просто банальные примеры из того что я очень часто вижу вот например человек продает там какую-то свою обучающую программу и стоит она там 50 долларов грубо говоря собирается на нее 20 человек и он уже какое-то время продает 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 ее и говорит моя программа стоит дороже начинает продавать ее за 100 долларов и на эту программу собирается 10 человек если он еще увеличивает цену еще количество людей уменьшается и конечно каждый из вас скажет да это просто маркетинг и на рынке действительно всегда так чем дороже товар тем меньше людей собирается так вот нифига господа сумма остается прежней вне зависимости от количества человек варьируется там в пределах 10 процентов плюс-минус но это погрешность да так что является определяющим стоимость товара или тот лимит который установлен в голове у человека вот как-то об этом лимите говорить не принято точно так же например если человек вылетает на какую-то сумму которая является у него лимитированное то он сделает все чтобы разрушить получение вот этих доходов он их будет уменьшать то есть для того чтобы уйти с лимитом когда-то мы эту тему подняли впервые еще до инфодайлинга когда мы там стебались на нашем минском клубе есть записи где у нас был приборчик такой был такой вадим который исследовал тайны подсознания и мы тогда можете найти эти видео на канале и мы тогда смотрели у кого какие лимиты по деньгам тоже есть голове и оказались очень изумительные вещи которые в течение двух лет я потом наблюдала многократно вот из того что мы тогда на исследовали например у человека в подсознании есть лимит там ну не буду произносить сумму сколько тысяч долларов да и как только человек эту сумму получает в руки вот просто в руки все у него идет разрушение его ветром сдувает он не будет в том проекте где ему заплатили я видела людей как людей выносила вот они находили работу устраивались были счастливы сообщали о доходах и потом раз все рушилось вдруг что-то случалось либо проект закрывался либо работодатель плохой либо срочно надо уехать у каждого своя объяснялка аналогичные вещи я замечала например с теми у кого в голове был лимит есть люди у кого в голове лимиты например крайне низкие но вот был человек у кого в лимит стоял в голове 100 рублей да даже не долларов 100 рублей и вот если этому человеку попадала в руки сумма побольше да он тут же ее спускал куда-то как в унитаз потому что он привык жить на то что он всегда нуждается вот у него всегда есть ровно столько чтобы прокормиться чтобы хватило но если что-то сверху упала он ее сольет он не может с ней нормально общаться потому что в голове лимит у тебя денег не должно быть и вот эти вещи в бизнесе зачастую играют ключевую роль то есть если у человека вот в подсознании есть лимиты по суммам причем лимиты очень интересно устанавливается может стоять лимит например на 100 долларах или там на 500 а потом раз и следующий вылетает там на 10 тысяч а потом следующий на несколько миллионов мы встречали людей у которого там у которых до 5 миллионов не было лимитов а потом если человек действительно станет обеспеченным или женой обеспеченного человека то кукуху подорвет вот именно по лимитам да и это это сыграет свою роль но об этом говорить не принято но при этом при этом из подсознания даже приборным путем вот эти вещи уже можно извлекать с ней можно работать их же можно осознавать и без приборного пути если вы видите что ваш бизнес стопорится на каком-то вашем доходе и не идет вперед значит вы попали на свой лимит это же можно наблюдать и у государства например ну вот я банально возьму лимиты которые с которыми я сталкиваюсь да вот в беларусь в беларуси например лимит по упрощенке 460 тысяч рублей это эквивалент ну грубо говоря плюс минус 150 тысяч долларов в россии это примерно полтора миллиона долларов да по той же самой упрощенки как вы думаете где бизнес будет развиваться лучше там где лимит выше а еще лучше он будет развиваться где там где лимита нет там где офшор а вот и когда вот эти вещи наблюдаешь ты понимаешь просто подсознание блокирует поступление доходов и выводит человека на такую реакционную составляющую что он будет убегать от денег он не будет позволять им приходить жизнь так устроена симуляция в подсознании человека человек сам создает эту симуляцию своим сознанием вопрос что с этим делать и как с этим работать но во первых как работать через чувства свои лимиты можно чувствовать можно наблюдать их можно отследить через введение дневников другого варианта по сути дела нету потому что все равно надо будет сменить реакционную составляющую а это только через наблюдение за собой даже если вам прибором скажут что у вас там лимит на столько-то тысяч вам все равно придется менять свою реакционную составляющую а это значит вести дневник ну хотите не хотите просто таков путь поэтому сейчас мы будем говорить не об этом мы будем говорить о том какие программы внутри человека включают лимиты зачем человек повышает цену когда у него есть 20 человек вернемся к нашему первому примеру и жадности классно да и зависти прекрасно еще ищего еще бы вы сейчас не сказали все равно это будут программы конкуренции все равно все шаги в подоснове имеют программы конкуренции и вот теперь можно кричать ай-яй-яй программы конкуренции это всего на две бабы сравнили друг друга из-за волосы потягали да так вот нифига программы конкуренции четко завязаны на ваш бизнес на ваш материальный доход на ваш оборот и так далее и причем это еще связано с программами конкуренции конкуренции той женщины которая находится рядом с мужчиной потому что если мы берем семейную пару а как правило семейная пара при всем том что даже мужчина ведет бизнес 1 мужчина женщина влияет на мужчину говорят нет только кошки которая бы перекуковала ту которая в кровати а женщина имеет в психике в основе в глубине программы конкуренции на животном уровне это основа выращивание и зачатие потомство и основа как стать сильнее как привлечь внимание самца да это основа выживания это животный инстинкт и поэтому у женщин вот эти вот программы они являются еще более разрушительными чем у мужчин и разрушают не только свои финансовые дела но и мужские и это только начало начало осознавания того что у нас подсознание если вам хочется все таки и с этим все всем начать работать проработать и так далее тогда мы вас ждем к нам на курс который будет проходить 17 марта до конкуренция и эго но кому все таки интересен вообще ваш подход в жизни кто вы что вы пробуждение само пробуждение интересно чтобы вы проснулись и начали осознавать как вы живете что вы все-таки человек что вы бог что вы не животное чтобы не нырись не на инстинктах сидите на самом деле вот для тех сегодня погружение которое так и называется весна пробуждение приглашаю подключайтесь на самом деле те вещи что мы даем уникальные глубинные и возвращение к обратной жизни животным реакциям у человека уже больше нет до встречи друзья